Центральная городская библиотека имени Ломоносова предлагает вашему вниманию видеопрезентацию об истории праздника Весны и Труда. 1 мая 1 мая Горожане, взяв еду и выпивку, отправлялись на лоноприроды, где в теплой и дружеской атмосфере отдыхали вплоть до наступления темноты. В каждом городе для этого мероприятия было свое место. 1 мая в современном виде возник в середине 19 века в рабочем движении, выдвинувшем в качестве одного из основных требований ведение 8-часового рабочего дня. Первыми с требованием 8-часового рабочего дня выступили рабочие Австралии. Случилось это 21 апреля 1856 года. С тех пор этот праздник в Австралии стал ежегодным. По образцу рабочей Австралии 1 мая 1886 года анархические организации Соединенных Штатов Америки и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. При разгоне такой демонстрации в Чикаго 4 мая 1886 года погибли 6 демонстрантов. В ходе последовавших на следующий день массовых выступлений протеста против жестоких действий полиции в результате взрыва брошенной неизвестной бомбы были убиты 8 полицейских, ранены не менее 50, а по следующей перестрелке были ранены мимо четверо рабочих, по некоторым данным до 50 убитых и раненых. По обвинению в организации взрыва 8 рабочих анархистов были приговорены к повешению. Троим из них, когда главный свидетель обвинения признался в том, что оговорил вообще всех осужденных, смерть заменили приговором к 15 годам каторги. Именно в память о казненных анархистах Парижский конгресс 2-го интернационала, состоявшийся в июле 1889 года, по предложению американских рабочих объявил 1 мая днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и другими социальными требованиями. С тех пор рабочее движение охватывало все больше стран. К бастующему Западу год спустя в 1890 году в Российской империи присоединились Львов и Варшава. В 1891 году первая праздничная маевка прошла на окраинах Петербурга. Власти вынуждены были заняться разработкой мер, направленных на пресечение нелегальных сборищ. Однако эти меры имели лишь временный результат. Рабочее движение в России шло по нарастающей. В 1895 году в первомайском выступлении впервые принимали участие московские рабочие. Маевка происходила 30 апреля под Москвой на станции Перова. В ней участвовало около 250 представителей от 30 предприятий. На маевке, продолжавшейся весь день, произносились речи, посвященные задачам борьбы рабочего класса. После речей была принята резолюция, в которой указывалось на необходимость создания широкой массовой организации и установления прочных связей с рабочими организациями других городов. Маевка прошла с большим подъемом и способствовала развертыванию революционного движения среди рабочих Москвы. Крепкие силы рабочего класса. Росли его сознательность и организованность. В Петербурге Лениным был организован союз борьбы за освобождение рабочего класса, зачаток большевистской партии. В 1-майский день 1896 года на многих петербургских фабриках и заводах распространялась 1-майская прокламация Союза борьбы. Эту прокламацию удалось размножить в огромном по тому времени количестве, свыше 2000 экземпляров, и распространить на 40 фабриках и заводах. В ней звучал призыв. Мы, петербургские рабочие, члены Союза, приглашаем остальных наших товарищей присоединиться к нашему Союзу и способствовать великому делу объединения рабочих для борьбы за свои интересы. Пора и нам, русским рабочим, разорвать цепи, которыми опутали нас капиталисты и правительство, чтобы держать в угнетении. Пора нам присоединиться к борьбе наших братьев, рабочих и других государств, стать с ними под общее знамя, на котором написано «Рабочие всех стран, соединяйтесь!». Первая русская революция 1905-1907 года, казалось бы, могла сделать праздник легальным, но последовавшие за ней годы реакции вновь противопоставили его официальным торжествам. Имперские юбилеи, набиравшие силу с 1909 года и с особым масштабом, развернувшиеся в 12-13 годах, по замыслу организаторов должны были сплотить подданных и вытеснить мысль о других празднествах. На деле же вышло все иначе. Накануне 1 мая 1911 года департамент полиции разослал губернаторам, градоначальникам, Варшавскому обе-полицминистеру, начальникам губернских, жандармских и железнодорожных полицейских управлений железных дорог и охранных отделений «Секретный циркуляр», согласно которому необходимо было принять самые решительные меры для предотвращения возможных первомайских празднований. В этом же циркуляре сообщалось, что по полученным департаменте полиции сведениям революционные организации ввиду приближения сего числа предлагают особые усилия к устройству, возможно, более широкого чествования 1 мая с однодневной забастовкой и созывом собраний и сходок, высказывая уверенность, что в этом году день этот будет праздником пробуждения после неподвижности последних лет. Еще большему оживлению майских собраний послужили трагические события 1912 года, получившие известность как Ленский расстрел. Противостояние власти и общества обострялось. Полиции и жандармам с каждым годом становилось все труднее усмирять толпу привычными методами. Во время празднования 1 мая 1914 года в Москве современники уже фиксировали возможность дать отпор. В 4 часа дня участники маевки собрались на Лубянской площади, где в третий раз взвелось Красное Знамя, и площадь огласилась революционными песнями. Тогда против демонстрантов двинули крупные силы озверевших жандармов и городовых. Произошли свалки, рабочие стали забрасывать жандармов камнями. У Москвы реки навстречу нам, грозя шашкой и ругаясь, подъехал на автомобиле, окруженный конными жандармами, помощник московского градоначальника, полковник Модль. Демонстранты окружили машину и спустили ее вместе с ретивым полковником в воду. Задача жандармерии заключалась в том, чтобы устранить наиболее активность зачинщиков беспорядков. У празднования 1 мая в Архангельской губернии своя история. Этот день 1999 года в Архангельске на одном из островов в устье Северной Двины состоялась первая маевка. Ее провели политически ссыльные с участием рабочих Архангельского порта и лесозаводов. 1 мая уже 1903 года состоялась маевка, организованная по инициативе рабочих. А 18 апреля на следующий год Архангельский комитет Российской социал-демократической рабочей партии выпустил листовку, обращенную к архангельским рабочим. В ней разъяснялось значение пролетарского праздника 1 мая. Содержался призыв к сплочению, к борьбе против капитала, за свержение самодержавия в России. На следующий год, это был 1905, листовка содержала призыв к борьбе за политические свободы, восьмичасовой рабочий день за демократическую республику. На лесозаводах Маймакса социал-демократы в этот праздник организовали митинги. В Архангельске состоялась массовая демонстрация, в которой участвовало до 500 человек. Парицильные, рабочие, учащиеся молодежь прошли по городу с пением, революционных песен и красными флагами. 1 мая 1912 года по призыву большевиков рабочие всех лесозаводов Архангельска провели забастовку. Они вышли на демонстрацию с красными флагами и революционными лозунгами «Перевставай, поднимайся, рабочий народ!» Марсельезу это революционное выступление архангельского пролетариата было не только демонстрацией солидарности, но и ответом на расстрел рабочих ленских приисков. Более 50 участников выступления были арестованы. Его организаторов подвергли тюрьмерному заключению. Писатель Евгений Иванович Овсянкин в книге «На изломе истории. События на севере в 1917-1920 годах. Мифы и реальность», изданную в Архангельске в 2007 году, пишет. 18 апреля, 1 мая по новому стилю, 1917 года Архангельск праздновал День международной солидарности трудящихся. В нем приняли участие рабочие, солдаты и матросы. Накануне этого события рабочие принимали на своих собраниях решение провести празднование 1 мая организованно. Готовились к празднику представителей власти, в том числе военного командования. Главноначальствующий отдел приказал командирам судов не препятствовать завтра, 18 апреля, подъему красных флагов на стенгах вместо Андреевского. Однако он запретил командирам кораблей перевозить в город на демонстрацию рабочих из Маймакса и слева берегов. В Архангельске состоялись многолюдные демонстрации и митинги, на которых выступали представители политических партий. Над колоннами олели лозунги. Да здравствуйте, 1 мая. Мир без аннексий и контрибуций. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Мир к хижинам, война дворцам. Следующие два слайда нашей презентации посвящены Всероссийскому субботнику, который прошел также в Архангельске, 1 мая 1920 года. Свыше 20 тысяч трудящихся города приняли в нем участие. Были проведены работы по благоустройству городских садов, скверов, базарной площади, начатые осушительные работы в районе обводного канала. Виноват 20 век. Многое в стране и в Архангельской области изменилось. Но традиция предъявлять свои требования рабочими на первомайские демонстрации сохранилась. Вот что пишет российская газета от 1 мая 2013 года. В столице Поморья прошла традиционная первомайская демонстрация. Ее организатором выступила областная федерация профсоюзов. Колонны трудящихся прошествовали от площади мира до площади профсоюзов, где состоялся торжественный митинг. В этом году мероприятие прошло под лозунгом «Достойный труд – достойная зарплата». Все желающие смогли публично выразить свою гражданскую позицию по общественно значенным вопросам. Например, профсоюзы выступили за законодательное закрепление минимального размера оплаты труда и учет северян при проведении пенсионной реформы, а также высказали свое негативное отношение к росту платежей за общедомовые нужды. Еще на этой первомайской демонстрации задавали вопрос, что будет с Соломбальским судозно-бумажным комбинатом. Поэтому демонстранты шли с черными шарами в руках. Дни, посвященные труду и трудящимся, существуют в 142 странах мира. Но не все одни празднуются именно 1 мая, и названия у них могут быть разные. В современной России 1 мая отмечается к празднику весны и труда, и лозунг «Мир, май, труд» остается актуальным. Такое же название «Праздник весны и труда» используется в Таджикистане. В Казахстане в этот день отмечается праздник единства народа Казахстана. А в Беларуси, Кыргызстане, Украине, Китае, Пакистане и Шри-Ланке празднуют День труда. В Соединенных Штатах с этим же названием отмечается 1 понедельник сентября. В Японии День благодарности труду празднуют 23 ноября. Кто на свете самый главный, самый добрый, самый славный? Кто он? Как его зовут? Ну, конечно, это труд. Кто на свете самый умный, самый старый, самый юный? Кто он? Как его зовут? Ну, конечно, это труд. Кто на все века и годы настоящий царь природы, царь полей, завода, фрут? Кто он? Как его зовут? Ну, конечно, это труд. Субтитры создавал DimaTorzok